Конечно, людей и желающих. Говорить о 12-ти, я бы и не говорил, но 4-5 человек. И то эти желающие не во все части. Сами понимаете, есть такие части, куда молодежь хочет проверить свои силы. Это аэромобильные войска, это там какие-то войска с пресс-призначения. Желающие также есть и военно-морские силы, тоже не говоря о том, что там больше служат на полгода, все равно и проверить себя. И там есть такие желающие, есть. Говоря о таком большом конкурсе, я утверждать не буду. Но о том, что достаточно призывового ресурса и недостатка на сегодняшний день в этой призывной кампании весенней нету, это я вам могу в этом с полной уверенностью сказать. Достаточного, качественного, учитывая, что и призыв достаточно большой, я думаю, будут обеспечены войска и силы надежным контингентом, мотивированным контингентом, желающим служить. И только такие юноши будут направлены на комплектование вооруженных сил Украины с достаточно высоким состоянием здоровья. Ну и будет из чего, будем так говорить, выбрать. Не один человек на место. Я в этом могу сказать с уверенностью. Да, Ярошлав. Возвращаясь к теме 2012, наверняка вооруженные силы тоже как-то задействованы в проведении, возможно, охраны в каких-то объектах или еще чего. То есть, вот в связи с этим, вот нынешний призыв, точнее, получается, призыв прошлого года, он увеличивался, чтобы у вас, ну, как бы, народу на всех платить? На вас. Мы ответим после читателя. Добрый день. Прямая Ленина. Зоветесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Здравствуйте. Алексей Заневка. Вопрос у меня, я нашему Алексею. Сколько на следующий момент получают военнослужащие срочные службы? Сколько получают военнослужащие срочные службы? А, да, да. Значит, я сейчас вам, да, с удовольствием эту цифру доведу. Она, я не считаю, что она мала, ну, достаточно существенная, потому что сами понимаете, что военнослужащие срочные службы находятся на полном государственном обеспечении. Он и одевается, он и кормится. И ему, плюс ко всему, солдату первого года службы, самого нижнего разряда, выплачивается ежемесячно 154 гривны. Но при прохождении этого военнослужащия в частях с повышенными нагрузками, с особыми условиями, эта надбавка увеличивается, ну, это, так, денежное удовольствие, забеспечение увеличивается на 40% и достигает 215 гривен. Ну, сами понимаете, что солдаты срочной службы могут также занимать и должности младших командиров, младших командиров, максимально увольняясь из армии, на период увольнения прослужив 3 года и получив должность командира отделения, он может получать, его грошевое обеспечение может составлять около 300 гривен в частях с особыми условиями службы. Или 200, или около 300 в частях с особыми условиями службы. Это вот такие вот грошевые забеспечения военнослужащих, срочные службы. Ну, мониторинг, что касается Германии, так вы знаете, что там отказались, да, мы раньше в пример ставили, говорили, ну, смотрите, неужели мы такие отказываемся от срочной службы, а в Германии, смотрите, срочная служба есть. Вот уже в Германии, по-моему, год уже срочной службы нет. И поэтому сколько там они зарабатывают, я вам не скажу. К сожалению, у меня этих цифр нет на сегодня с собой. На сегодня с тобой. Ну, срочной службы трудно мне ответить. Если я в редакции оставлю свой телефон, вас это интересует, и дальше как бы я могу, да, уточнить и сказать по заработной плате. Ну, 154 гривны, я считаю, достаточно. Больше того, увольняясь, увольняясь солдат, получает, увольняясь, солдат получает еще допомогу, так называемую, по увольнению. Это от 8 до 18 окладов. Можете представить, 154 умножить на 8 минимально, да, это уже около 1000 гривен солдат увольняет, получает в воинской части. И до 12, это если у него там, как бы, неполная семья, там, родители там инвалиды, но он проходил службу. Или он этот самый. А если я упомянусь за туда? Ну, в таком плане, да. Пожалуйста, Алексей. Значит, по евро, да, вопрос связан? Было ли по евро увеличено количество? А, нет, 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 абсолютно. Ну, то есть, немножко, как бы, немая сфера, но, тем не менее, я понимаю, что для выполнения задач, связанных с евро, безопасности, особенно это лежит, эти обязанности на военно-поведительные силы, ПВО, да, это штатными подразделениями. Подождите секундочку. Штатными подразделениями, то есть, ни штат ничего не увеличивается. К тому же, под обеспечение этих подразделений, немножко на месяц, на полмесяца раньше, мы выпустили с учебных подразделений специалистов зенитно-ракетных комплексов, которые, как бы, тоже на укомплектование частей будут идти. Но никаких дополнительных, в связи с этим, штатных единиц не было. Потому что численность вооруженных сил устанавливают не под заходы, а под задачи, которые есть для государства. Сейчас и вызначают эту численность Верховный Совет. Он говорит, что, например, определенная цифра должна быть. Все, да. Ясно. Добрый день. Прямая линия. Наследитесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Кирия. У меня вопрос, Геннадий Фалентинович такой. Постоятель призывник в почве. Человек, музыкант, скрипач. И вот он планирует поступать филармонию противосрочной службы. Меня вам не повредили реализацию его планов, призыв за эту службу. Например, Тешданковый, инженерный, РФК, где он может потерять свои профессиональные навыки. Спасибо за вопрос. Ну, если человек этот, как бы, одаренный, да, есть он, соответствующая у него подготовка, да, но я думаю, что за год, за год, навряд ли он понимает, больше того, я могу сказать, что в каждом коллективе, в каждой части имеются самостоятельные, самодеятельные такие, да, будем так говорить, кружки, ансамбли, оркестры. И с удовольствием он будет этот свое несовершенствовать, по крайней мере, поддерживать, по желанию, обратившись с командиром. Только с радостью его туда примут, и он там будет показывать свое шедевры, свое творчество, и будет радовать и только подчиненных, и командиров. Ну, и сам будет этому, я думаю, удовольствоваться. Я считаю, что не повредит. Тем более на этапе формирования команд в военном комиссариате, изучая его, изначая его, безусловно, ему будет рекомендовано быть направлен в ту воинскую часть, потому что у нас же есть еще и ансамбли, и оркестры вооруженных сил Украины, где именно профессиональным этим вопросом и занимаются. Кстати, ему надо необходимо обратиться в военный комиссариат, потому что к этому времени, к первому числу, собираются все заявки на вот этих творческих людей. И специальными своими распоряжениями мы им призываем в части, в части, где вот, не в части, вот в ансамбле, в бронюстях. Так что давайте вот фамилию прямо я запишу, скажите, какой это регион, и он будет, мы его заберем, если у него действительно есть подтверждающие документы о том, что он что-то там уже проходил, учился, музыкальную школу закончил. Ну, с удовольствием ему примем, и он будет проходить службу в творческих коллективах, в военных силах Украины. Я готов записать. Ну, хорошо, я пока просто узнаю тебя, брата, и я хочу все-таки еще вот такой момент уточнить. Можно ли будет, ну, например, все-таки филармония – это очень серьезная вещь. Обезусловно. И надо, и он тренируется там очень много времени здесь. А нужно ли будет сварить там, у полиции, там, может быть, кто-то на услуге, чтобы там час в день, когда он мог уделять внимание там скрипке. А, ну, хорошо, что это не рояль, понимаете? Так ему пришлось бы ввести еще помещение, ему найти. Ну, я вас, я вот, я вот, то, что вам предложил, да, вот этот вариант, это вот, я считаю, лучший вариант. Тут вариант, что, как бы, он свое творчество может реализовать в профессиональном коллективе вооруженных сил Украины. Безусловно, там у него будет не час, а там они, специальная подготовка у них, они занимаются до обеда, вот, и изучением вот этих рапсодий, там, ну, всяких там партий. Поэтому, я думаю, что будет возможность, если в том, в той части, куда он попал, организован ансамбль или оркестр, и они там будут заниматься. Потому что много же мероприятий проходит в вооруженных силах. Это и праздники, там, и принятие присяги, и день открытых дверей. И поэтому свое творчество командиры, безусловно, хотят показать и родителям. И он будет задействован в этом мероприятии. И мало того, что он будет боевую специальность изучать, он еще будет, пожалуйста, и заниматься скрипкой, лучше. Я имею в виду целый год, просто в жизни у него будет шаг назад. Это очень, конечно, некрасиво, когда недоработанная система. Вы считаете? Я в этом уверена. Просто, если человек занимается в протяжении 10 лет, по 5 часов в день, а потом из-за службы в армии, которая никому не нужна, он потом не сможет осуществить свою мечту, мне кажется, это никак не совсем правильно. Лилия, да, ну вы имеете право на свое осуждение, но я вам, видите, я же вам предложил альтернативу. Я же вам предложил конкретно мне этого призывника, и у нас есть части, куда мы призываем такую молодежь с подобной подготовкой, может, даже еще и выше подготовкой, чем у вашего брата, и он будет призван, будет служить в структуре оркестровой службы вооруженных сил. Это он не пропадет, он прослужит, пожалуйста, и дальше в филармонии, как вы сказали, серьезное заведение, но я думаю, у нас государственных несерьезных заведений, наверное, нет. Ну, если есть, да, но не будем говорить в эфире о них. Все-таки я хотел бы вас как-то в этом убедить, а ваш вот этот посыл насчет ненужности, ну, давайте оставим это на вашей совести. Ну, знаете, хорошо, конечно. Спасибо за вопрос. Спасибо. Спасибо. А музыкантов там траншеи рыть заставляют все равно? Музыкантов? Да нет, ну, просто они там, где служат, там траншеи нет. Понимаете, вот ансамбль песни и пласки вооруженных сил Украины, да? Они дислоцируются в городе Киеве. Ну, найдите, где тут, что вы. Дорогу, но они не будут рыть. Нет, у них подготовки, связанные с рытьем траншеи, у них специальность будет, безусловно, они должны уметь стрелять, да? То есть он стреляет, это любой солдат, любой юноша, который призывается, он обязательно будет стрелять, потому что его принятие присяги не допустят, пока он не выстрелит три патрона. То есть это вот все, это доказательство того, что оружие держит в руках. Потому что те, кто не держит оружие, есть альтернативная служба. Он может по всяким макарам. Тут он же проявляется. Ну, выстрел, пошел, подавтропку, и, пожалуйста, обязательно будет стрелять. И этот самый с флейтой или скрипкой тоже он возьмет автомат и тоже будет стрелять. Ну, он же как нормальный мужчина. Ну, что это же себя, я думаю, самоуважение к себе, даже как бы я там ни играл, какой бы я там ни был специалист. У нас вопрос, я как читатель. Добрый день, прямая линия. Назовитесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Добрый день, я думаю, Алексей, и Стива. У меня такой вопрос. Вот много в прессе, которые говорят, что у нас призывников много, людей в армии нужно мало, гораздо больше призывников, даже здоровых. Вот у меня вопрос. По какому принципу военкоматы выбирают, кого призывать, а кого нет? Вот мне интересно, есть ли, допустим, на призывном участке, там, ну, допустим, тысяча призывников, а нужно их призывать всего лишь 100 человек? Вот они призывают только тех, кто в армии хочет, или по каким-то другим принципам? Понравился военкомат, понравился военкомат. То есть, как из большого количества людей выбирают нужное? Мне вот интересно, почему попадают в армию те парни, которые не хотят идти служить? При том, что желающих очень много. Спасибо, Алексей, за вопрос. Ну, в общем-то, я сразу хотел бы вас вернуть к основополагающему документу, связанному с организацией призыва граждан Украины на срочную военную службу. Это я уже хочу упомянуть, это закон. Воинский обовязок и вийсковую службу. Значит, и там четко написано, что призыв осуществляет не военком, не военком, ни в коем случае. Призыв на строковую службу определяется протоколом районной или городской призывной комиссии. Это чтобы вы четко понимали, что военком здесь ни при чем. Сами понимаете, из тысячи призывников, которые должны прибыть в военный комиссариат, в силу разных причин, это не обязательно, он прибывая в военный комиссариат, и он подлежит призыву. Хочу вам сказать, что, например, юноша, я приведил пример, поступил в ВУЗ, ему было 17 лет, но по закону ему надо дать отсрочку, да? Но отсрочку ему надо дать только по достижению 18 лет. Исполняется ему 18 лет, он прибывает в военный комиссариат и решением районной призывной комиссии получает отсрочку. Он прибыл в военкомат не для того, чтобы пойти служить в срочную службу, а для того, чтобы законно свое отношение в воинской службе на период учебы в высшем учебном заведении Украины определить. Следующая проблема, да, вот это количество людей прибывает. Безусловно, тысячи человек прибыло призвать надо 100. Выберут из 100 лучших. По показаниям состояния здоровья, по уровню образования. Вот эти основополагающие факторы. А то, что он понравился военному комиссарию и не понравился. И решение на призыв. Если, может быть, вы служили, может быть, у вас из личного примера скажете, какой район нарушил этот закон. Так я вам говорю, что призывает районная призывная комиссия. Там районную призывную комиссию головой является заступник головы райдержадминистрации. Если есть какие-то проблемы, связанные с неправним, с обидом, с нежеланием, в силу каких-то причин. Но нежелание мне тоже трудно сейчас объяснить. И какие, может быть, позиции, связанные с нежеланием. Утверждает это решение. Он, может быть, вжаловаться в областную призывную комиссию. Которая может отменить решение районной призывной комиссии. Если и это не устраивает молодого человека. Он видит и в этом плане какие-то ущербности в отношении ему. Какие-то нарушения. Он может обратиться в суд. Никакой военный комиссар. Никакого уровня. Ни областного. Ни районного. Ни офицеры, которые проходят службу в районных военкомиссариатах. Решение на призыв гражданина Украины на строковую висковую службу не принимает. Это задача районной призывной комиссии. Коллегиальное решение. Там и медик, там и милиционер, там и осветянин. Голова комиссии, как я уже говорил, представник власти, заступник главы областной или районной державной администрации. А комиссия призывает в основном тех, кто все-таки хочет идти, да? Ну, безусловно, кто хочет, кто хочет идти, и то не всех. Кто хочет. Потому что, сами понимаете, желающих может быть не то, что много, но есть эти желающие. Но уровень их состояния здоровья, образования. Вот он желающий. А у него, пожалуйста, изучили его. Списки пришли, сигнальные списки с районного отделения внутренних дел. Он был там задержан, где-то стоял на учете, употреблял наркотики, где-то там что-то антигражданскую, антиобщественное поведение было у него замечено. Но он хочет служить. Извините, эти люди не подлежат призыву. Они выводятся в силу того, потому что разгильдяи в армии, сами понимаете, не нужны. Они от таких избавляемся. На этапе отбора службы, да. Пожалуйста, Алексей, спасибо. Просуммировать так, светло. Насколько я понимаю, основополагающим это состояние здоровья, это образование, а уже после этого может быть... И соответствующие вот эти его поведения, да, изучают же его. Для того, чтобы... Я думаю, что вариант хочу-не хочу, он как бы, ну, мягко говоря, закон... Ну, хочу-не хочу, да. Ну, сами понимаете. Вот закон вызначил, что за ухиление от висковой службы до трех лет ограничения воли, да. Ограничение. Это не позбавление, а ограничение. Это как для тех, которые не... Да. Не, ну, тут тоже же есть свои, понимаете, тонкости в этом плане. Тут же же хочу-не хочу, вот его призвали, он расписался, поведение, все, на него уже распространяется закон. У нас есть много людей, которые как бы военный комиссариат не поборяют, но мы не можем сказать, что он ухиляется в висковой службе. Вот, например, юноша. В тот же самом пример, вот самый такой показательный про учащегося, да, он студент. Он знает, он знает закон, он знает все, я учусь на дневном обучении, свободный. Чего я буду тратить время идти в этот военный комиссариат? Ну, по идее, по счету, он уже у нас просчитанный, военный комиссариат, он должен прибыть. И он как неявившийся, но не как уклонист от военной службы. Вы неявившийся. А за неявку у нас на сегодняшний день увеличились эти самые нормы денежные, да, за неявку. У нас от 5 до... То есть, если раньше было 1,3 неоподаткованных минимума, это 1,17, 3,51 гривна, то сейчас это минимально от 5, по-моему, до 9, сейчас я вам четко, четко эту цифру назову, 17 гривен. А, все еще. Да, как бы, да, сейчас я вам... Давайте ответим на вопросик, потому что... Да, да, пожалуйста, пожалуйста. Добрый день, прямая линия, назовите, пожалуйста, задавайте вопрос. Алло, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Светлана, я зовут Светлана. Геннадий Владимирович, у меня вот вопрос такого характера. Мне как бы подрастает цель, да, ему 14 лет уже. И я бы хотела ответить с вами, вот, можете из-за них в будущее выбрать вот гость, которым он хотел послужить? Да, да, 14 лет. Значит, первый шаг, который он сделает, да, по этому, ну, еще у него есть 3 года, будем так говорить. Законом Украины про вешковый бой вызначено, что юношам, которые исполняют в год исполнения 17 лет, они проходят приписку до районного военного комиссариата, проходя соответствующую медицинскую комиссию, их изучают на протязи января, февраля, марта месяца каждого года. Вот, и даже если ему день рождения в декабре 17 лет, то он уже в январе, еще будучи 16-летним, проходит эту комиссию. И уже на этом этапе он может уже, как бы, осознанно, неосознанно, но выбрать тот или иной род войск. Это будет учтено при достижении его 18-летнего возраста, если ничего в его, как бы, жизни не изменится. Если он не поступит в высшее учебное заведение, а остается приверженным идее служить в вооруженных силах Украины, тем более в выбранном роде войск. На это не обязательно будет он, эта часть дислоцироваться там, где вы проживаете, это может быть в другом населенном пункте, но, тем не менее, это будет учтено при наличии соответствующих показаний состояния здоровья и его положение в обществе, там, то есть нету милицейских никаких, там, у него встреч с милицией, там, или других, там, вещей, сами понимаете. Вот в таком плане. Да, Светлана. Алло? Да, как бы... Вас правильно нет? Алло? Исчерпу или вы меня не слышали? Ну, хоть слышно. А вы не короче, или нет? Нет, вы Светлана? Нет. Нет. Да, это уже следующий звонок. Задавайте вопрос, минимум прервался, нам нет. Задавайте свой вопрос. Хорошо. Скажите, пожалуйста, уточните меня, пожалуйста. Я вот крайне послышала что-то, но лучше, естественно, в этом году заканчиваем дальше учебу в связи с евро. А что будет с приземом? То есть те, кто закончили, ну, выклик призывать, если это так поступать, как из-за этого евро что-то изменилось, по-моему. Как вас зовут, вы не представьтесь? Как вас зовут? Ольга. Ольга, значит, будет мой ответ очень кратко. Смей вас заверить, да, если у вас, как бы, и дети есть, или знакомые, которые заканчивают в этом году учебу в школе, или даже в колледже заканчивают, все им будет предоставлена возможность продолжать этим выбрать конституционное право учиться в любом вузе нашей страны. Но при желании, если он не захочет, конечно, служить в вооруженных силах, если по достижении 18-летнего возраста, никто вооруженные силы ни в Украине, ни в инших висковых формуваниях после окончания школы, в связи с тем, что проводится евро и выпуск школы, он перенесен с июня, я так понял, на май месяц, призван не будет. Ясно. Тогда еще один такой вопрос, тоже у вас знакомых, попросили, я должен звонить, что задать. Парень подслуживает, то есть служит и думает, поступает после службы в вуз. Вот, а нужно там проходить это тестирование, внешне независимое обзывание, и на него документы нужно подавать заранее, в феврале месяце, ну, до этого месяца, в феврале. Вот. Получается, что он успевает им вызываться уже для того, чтобы их сдать, эти тесты, но под мои документы, может ли он, сможет ли он из армии? Безусловно. Смысл в чем? Значит, вот этот единый, да, независимое тестование, он же уже его, он же только, если он служит сейчас, он год только служит. Оно действует предыдущего года, когда у него, это не каждый год надо сдавать, это египет. Да, но вы хотите же попробовать. Конечно, вот сейчас же будет увольнение. Мы, кстати, говорим все о призыве, о призыве, но указ президента, он предлагает и предполагает и увольнение тех, кто уже отслужил. А отслужили у нас те люди, которые призваны весной до 2011 года и осенью 2010 года, которые служат в военно-морских ссылах в соответствующих частях. Они будут уволены до 25 мая этого года. Я думаю, что они успеют сдать документы. Да, просто документы нужно подавать, для того, чтобы тебя на тест в мае пустили, его сдавать, нужно документы отправить в феврале. Вот это был вопрос, что, ну, пока ты служишь, можно ли отправить, ну, подать заявление на прохождение? Ну, конечно, можно. Это же все равно, что написать письмо домой. Никто же не запрещает. Так же самое он может отправить документы в феврале. А это он только собирается еще служить, да? Да. Очень-очень такой сложный вопрос. Так, если он собирается служить, у него есть все возможности поступать на сегодняшний день. Его никто в армию не призовет. Он сейчас сдает единое, вот это, независимое от тестования. Сдает вот сейчас, который будут сдавать они, да? Он в армию не идет, а поступает, эти документы представляет. Если он поступил, значит, ему дадут отсрочку, если ему 18 лет. Я так понимаю, там думают о том, что он не поступил. Ну, то есть, что придется еще, ну, все-таки поступать не в этом году, а в следующий, например. Ну, то есть, вопрос в том, можно ли в феврале месяце или в курсе? Да, 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 можно. Все документы, которые у вас есть, подтверждающие ваше желание поступать в ВУЗ, они на ура принимаются всеми ВУЗами. То есть, да, то есть, аварии будет разрешено ему, соответственно, все эти документы отправлять? Значит, лично ему предоставлять эти документы, конечно, разрешено не будет, потому что это не предвидение. А отправить, ну, серьезно, как-то мне, извините, немножко странно, но я так не вижу каких-либо запретов, и не было до сих пор. Ну, да, это просто родители вам, может быть, чтобы пройти отношения. Да, ну, я вас прошу, успокойте родителей, и все будет нормально. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. Что-то мы... Что-то такое... Что-то... Столько женщин сюда, смотрим. У нас, конечно, есть большая. Добрый день, прямая линия, разрешите, пожалуйста, сбавайте вопрос. Андрей, вот меня... Да, вот, скажите, вот я... Я помню, что когда-то, значит, от Энебрага, это, да, в Дармиус, в Ласк-Кастопе. Скажите, а какие... А какие... Вот сейчас... А... А... Нечения. Нечения. Спасибо. И скажите, является ли... Это причиной для того, чтобы призывник был, значит, негодным или получил отсрочку его избыточный вес? Спасибо, Андрей. Ну, сами понимаете, не совсем благодарное дело давать какие-либо прогнозы или оценивать предатность до воинской службы, не видя конкретных результатов и не имея экспертного выставку, что касается плоскостопия. Значит, я, например, знаю такие элементарные вещи. Да, плоскостопия есть, и в силу своего характера, в общем-то, большинство людей подвержены этому. Но речь идет о специальных разрахунках этого плоскостопия. То есть, это плоскостопие может быть с нарушением функции. Если нарушение функции есть, так соответствующая степень этого нарушения. Вызначается наказом министра обороны 402-й о проведении военно-медицинской экспертизы в вооруженных силах и вымах еще до принятия призыва на войсковую службу за контракт, призыва на срочную службу, принятие на контракт офицером. Там вызначены эти все показатели. То есть, и медицинская комиссия обозначает и определяет. Это же касается и, будем так говорить, избыточного веса. Там тоже есть соответствующие коэффициенты отношения веса тела к росту. И, соответственно, если он превышает, действительно, значит, являются непридатными в прохождении службы и поэтому дают отсрочку на год. За это время, что касается ожирения, будем так говорить грубо, то можно его привести в соответствие, и как бы и самому будет оно легче и по жизни. А что касается плоскостопия, ну, здесь, по-моему, будет сложнее, если нарушаются функции. Там, по всей видимости, даже мод, в зависимости от его характера, мод дать отсрочку или считать непридатным до прохождения висковой службы. Но это более конкретно, детально и наиболее профессионально дает врач-травматолог того или иного военного комиссариата, который находится в составе медицинской комиссии района. Если какие-либо моменты говорят о том, что там они не согласны с этим решением, то есть еще квалифицированные врачи в областной призывной комиссии, которые подтверждают или снимают диагноз касательно вот этих двух ограничений для прохождения службы и придатности воинской службы, что касается плоскостопия или избыточного веса. Андрей, вот такая, в общих чертах. Спасибо вам. Спасибо. Добрый день. Прямая линия. Назовитесь, пожалуйста, задавать вопросы. Добрый день. У меня, Геннадий, у насчет такой вопрос. Меня зовут Валерий. Представляются ли какие-то льготы для поступления в УЗИ после службы в армии? Алло. Да-да-да, слушаю, слушаю вас. Вот, видите, представляются ли какие-то льготы после службы в армии для поступления в УЗИ? Значит, после службы в армии, честно говоря, раньше эти льготы были. Давайте, Валерий, вы оставьте свой контактный телефон, я последние документы посмотрю. Мы, возможно, лучше уточним уже. Или уточним и более вам детально со ссылкой. Я так могу сказать, что не во все ВУЗы. Некоторые ВУЗы есть. Касательно ВУЗов, если вы, если так говорить, о ВУЗах, военно-учебные навчальные заводы, высшие военные. А в гражданские ВУЗы? А в гражданские ВУЗы можно, но, наверное, не во все. Я в свое время служил в армии и получил, значит, не даже к советелю Ленина. И она мне позволяла в 17-м году за поступательный конкурс. Это было в 1970-м году, да? А у нас в этом плане тоже есть льготы для поступающих, но с военной службы за контрактом. То есть контрактники. У них есть льготы на бесплатное обучение. Что касается срочников, я вам говорю, Валерий, я вам не скажу. Но в то же время вы говорили о своей льготе. То есть льгота была по наличию у вас вот этой медали 100 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина, да? Да. Ну, в сегодняшний день у нас таких наград нету даже. Ну, а то, что прослужил срочную службу...